Один Геймс 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 из них, но я надеюсь, что хотя бы три накопится, и буду отвечать в следующем выпуске. Я буду очень стараться, чтобы ответ не заставил себя долго ждать, так что можете уже прямо сейчас начинать. Gaga Games запустила свой проект Quaka.com, в котором по идее все настольщики будут организовывать встречи с настольными играми и посредством сайта сообщать об этом всем остальным. Это такая социальная сеть для настольщиков. Я ей уже пользуюсь и размещаю там игротеки в клубе QB. Приходите, пожалуйста. Позже можно будет организовывать турниры с начислением крутости игроков для составления общих рейтингов. Проект очень интересный, пожелаем Gaga удачи. Экивоки продолжают расширяться. Игра в очередной раз получит новые карточки и новый дизайн, который создала художница Лиля Ваганова. Теперь Экивоки будет представлена в двух коробках зима и лето, в которые можно будет играть как раздельно, так и вместе. Уже скоро Космодром Геймс выпустят в продажу игру индейцы, о которой я вам рассказывал когда-то давно. Игра о том, что вам нужно собрать и прокормить племя, заработав на этом очки. Интересная механика и необычное оформление делают игру крайне привлекательной. Ждем! С вероятностью 90% Крауд Геймс локализует в 2018 году потрясающую игру Киклады от знаменитого дуэта Бруно Катала и Людовика Монбланка. Ну, потому что в этом году лепить уже просто некуда. Я желаю компании отделить дополнения, которых уже 3 штуки и все они клевые. Готовы, да? Стиль жизни выпустить второй сезон игры Пандемия Наследия уже в декабре 2017 или в январе 2018 Ждать осталось недолго. В этот раз начнем с Крауд Геймс. Всех удивил проект российских авторов и собственно издательство Крауд Геймс. Ребята выпускают свою первую совместную разработку. Поздравим их с этим событием, друзья! Ах да, что за игра, спросите вы. Это Покорители Космоса. Ну, ассоциации по названию возникают невольно. Эта игрушка показалась мне весьма интересной. Вы набираете команду из персонала с различными, так скажем, способностями, которые в конечном итоге принесут победные очки. И вот что интересно. Практически все карты дают условия для подсчета очков, но только верхние карты в каждом типе будут учитываться. Причем у каждого игрока это могут быть какие-то индивидуальные условия. Что еще примечательного в плане механики, это то, что ресурсы за покупку карт вы уплачиваете игроку слева. Интересно, как это влияет на процесс и баланс, потому что по трейлеру пока не очень понятно. Кстати, трейлер тоже шикарный, сделан в лучших традициях Fantasy Flight Games и Cool Menu Arnard. Молодцы, Крауд Геймс! 10 октября на crowdgames.ru стартует предзаказ на новый тираж игры серб вместе с двумя русскими дополнениями, которые, как говорится, must have. Помимо самой игры, всем участникам проекта будут вновь предложены реалистичные ресурсы, металлические монеты и расширение поля. И я, как наступивший однажды на грабли, скажу вам, друзья, что лучше купить это все сейчас на проекте Крауд Геймс, чем потом самостоятельно, потому что выйдет дороже. Опыт у меня, к сожалению, есть. Через 10 дней после серба Крауд Геймс будут собирать денюжки на свое первое дополнение к игре Агентство Время или Таймсторис. Оно называется Lumen Fight Day или Свет Веры. Игроки отправятся в 1419 год нашего времени, когда проходит последний этап испанской реконкисты. Вас ждет дипломатическая миссия, порученная самим Папой Римским. Ну а с 1 октября сайт Крауд Геймс погрузился в кромешную тьму. Стартовал проект с одноименной игрой, которая в оригинале зовется Massive Darkness. Группа героев спускается в подземелье, чтобы победить ужасных монстров. Кооперативная настолка относится к жанру РПБ и предлагает не только офигенные миниатюры, но и оригинальную систему прокачки персонажей. И тут же, друзья, позвольте мне вставить еще один анонс. Гага Геймс объявила о локализации игры с World and Sorcery. Настолка является чего юлить, прямым конкурентом к ромешной тьме. Также герои отправляются в приключения, чтобы победить монстров и вернуть свет королевства. Мне еще не посчастливилось сыграть ни в одну из этих игр, но по описаниям и впечатлениям можно сделать какие-то предварительные выводы. В принципе, как я понимаю, плюсы миниатюр, как в Кромешной Тьме, но есть более глубокий и продуманный геймплей, в котором очень важно взаимодействие персонажей, поскольку их свойства в бою часто необходимо использовать в связке друг с другом. Добавьте к этому продвинутую систему искусственного интеллекта монстров. Персонажи в Sword and Sorcery также имеют собственную систему прокачки. Она проще, чем в Кромешной Тьме, зато сильно влияет на всю компанию. За разъяснение и мнение по играм спасибо Ане Шаталовой, она же Винчев, Денису Купцову и Андрею Мотельскому. И, друзья, напишите свои мнения и раздумья по поводу этих двух игр в комментариях. Будем разбираться вместе. Если вас заинтересовала Кромешная Тьма, друзья, напишите мне в личные сообщения ВКонтакте. И я надеюсь, Гага Геймс сделает оптовые лоты на Sword and Sorcery, которые я, конечно, ни за что не пропущу. Про лавку игр, друзья, я вам все рассказал в прошлом выпуске. Ах, нет, не все. Компания собралась локализовать игру Этнос от Cool Mini Ornat да так, что уже напечатала ее на русском языке. Мы часто возвращаемся сегодня к прошлому выпуску новостей, поэтому давайте и сейчас не будем делать исключений. Так вот, в прошлом выпуске я вам рассказывал, что лавка локализует игру гонку про велики Flam Rouge и она была второй по популярности на известном на стол кемпе. А Этнос был как раз первой по популярности игрой на том же кемпе, но лавка долго не думая взяла, да и подписала выпуск на русском языке. Вот особенности игры Этнос, которые я нашел в группе лавки игр. Оригинальная игровая механика предполагает два пути к победе. С одной стороны вам нужно собирать наборы карт во имя очков, а с другой иметь больше своих жетонов в областях во имя тех же очков. Необходимо поспевать в обоих путях, поскольку сильное устремление в одном из них вероятнее всего не принесет вам победы. Баунтайма в игре нет, поскольку в ход вы выполняете всего три действия. Это взять карту, выложить наборы карт, добавить жетон на поле по определенным правилам. Интересно, что выложенные наборы карт, как я понял, идут в общий зачет всем игрокам. Если я неправильно понял, то поправьте меня в комментариях. Большая реиграбельность Этнос обеспечивается множеством раз, с уникальными способностями и специальными правилами. Быстрые партии проходят минут за 40, и видимо захочется сыграть подряд не одну партию. Масштабируемость игры. То есть интересно играть любым составом от двух до шести человек. Производство будет импортное, с остальными тиражами, а цена, ну, лавки-то можно верить, хорошая. Ну и продолжается эптовый сбор на игру с механикой наследия Charter Stone. Цена в опте всего 3490 рублей. Пишите мне в личные сообщения ВКонтакте. Два интересных проекта на Крауд Репаблик, Аркономика и, конечно, проект Гайер. Аркономика это переосмысление игры Фёдора Корженкова Экономикус, которая в своё время получила хорошие отзывы. В Аркономике на отраслях появятся особые способности, которые будут влиять на весь игровой процесс и оживят взаимодействие игроков. Но по-прежнему вам необходимо контролировать игровые области и создавать на них стартапы и компании, за которые вы получаете деньги и победные очки. Проект Гайер это игра наследницей Великой Террамистики, которая, к сожалению, так и не получила дополнения в России, но которая до сих пор держится в топ-10 сайта БГБ. В новой настолке игроки будут исследовать космос, строить на планетах колонии и создавать федерации. За всё это начисляются победные очки. Как по мне, так игрушка выглядит весьма интересно, пусть и оформление у неё своеобразное. Я считаю, что эту игру стоит брать как тем, кто не играл в Террамистику вообще, так и поклонникам первой игры. Представляете, отправиться в космос. Проект Гайер имеет массу доработок в плане механики, так что определённо станет достойным продолжением всемирного хита. 6 и 8 октября в городе Энгельс в фабрике культуры убежище, ну это антикафе так называется, пройдёт турнир по игре Покорение Марса. Так что, кто живёт рядом, успевайте занять места, обещают интересные призы. Ещё один турнир по игре Покорения Марса пройдёт в новосибирском клубе Два кота в несколько отборочных этапов с 8 по 28 октября и с финалом 5 ноября. Кстати, не так давно клуб отметил 3 года своей деятельности, с чем я поздравляю всех его посетителей и лично Юлю Воробьёву. Ребята даже построили настоящий трон из настолок, только вот сидеть всё равно пришлось на обычном стуле. Говорят, трон не настоящий! 4 и 5 ноября в Новокузнецке пройдёт большой 6 турнир по Magic the Wiesling связанный с новым выпуском из Калан. Два дня, два разных формата, подробности по ссылке в описании. В эти же дни 4 и 5 ноября пройдёт всероссийский ежегодный фестиваль Роликон 2017. На этом фестивале посетители познакомят с огромным миром ролевых игр, а также проведут различные презентации, конкурсы и множество других акций, связанных ещё и с комиксами и другой литературой, кино и настольными играми. В общем, на фестивале будет масса всего, что тесно связано с нашим любимым хобби. Поддержать организацию проекта можно сейчас на crowdrepublic.ru А также, друзья, вас приглашает к себе поиграть клуб настольных игр Уна, что находится в городе Керчь. Так что будете отдыхать в Крыму И я напоминаю вам, друзья, что вы можете поиграть в любую игру из моей коллекции в клубе QB в Екатеринбурге. Ну а чтобы выбрать день, следите за расписанием в группе ВКонтакте. Итак, друзья, Дима тут опять потрудился на славу и да, шутка уже старая, но, видимо, будет постоянная и так читаю. Если вы спросите Олега, во что поиграть, то он предложит вам игру Покорители Космоса, поскольку в его группе ВКонтакте разыгрывается копия игры за репост до 19 октября. Группа магазинов Омай Гифт разыгрывает цитадели старого дизайна Pixel Tactics, Kitty Poe, Super Burger за репост до 8 октября. У меня еще день рождения, что ли? Группа Book Crossing Relief Center. Блин, Дима, где ты их находишь? Разыгрывает Imaginarium до 16 октября за репост. Знаем, играем из Новокузнецка, кстати, разыгрывает за репост Pixel Tactics до 8 октября. Моссыгра из Ступина разыгрывает за репост до 8 октября игру Я никогда не. И еще такую же игру разыгрывает сама Gaga Games из Гатчины. Вот это что-то новенькое. За репост разыгрывает игру Monopoly Крым до 31 октября. Одновременно две группы Моссыгры из разных городов разыгрывают Pixel Tactics до 7 октября. Что у нас сегодня с Pixel Tactics? Хобби Games из Ступина за репост разыгрывает 3 супер игры. Внимание! Свинтус 3D Барбариус и Мафия до 28 октября. Группа культурно-достугового центра Трилогия разыгрывает до 15 октября Звездный Маншкин и... Подождите. Сквозь века Сейчас Звездный Маншкин и... Ну да, Сквозь века все правильно написано. А, это только для москвичей. Ну вот в чем и подвох. Ладно. Хобби Games из Томска разыгрывает за репост до 9 октября одну из моих любимых игр на реакцию Дикие Джунгли. Необычный выбор какой. Лисья Нарава в Владивостоке и только в нем, кстати, разыгрывает Чужую Планету до 20 октября. Напишите Вообще у меня есть зрители из Владивостока или нет? Группа Миппл в Красноярске разыгрывает в течение 6 недель 6 игр от Гага Геймс. Там будет все по ссылке в описании. Кстати, друзья, вы заметили, что почти все игры от издательства Гага Геймс. А нет, вот Каркасон Амазонка свеженький от Хобби Ворлд лично. Нужно не только сделать репост, но и найти 10 отличий на картинке, которые вы найдете по ссылке в описании. Это конкурс до 18 октября. А теперь, друзья, давайте скажем спасибо так, что еще? А, Фабрика Игр разыгрывает до конца кампании по Кроссмастер 2.0 3 игры с Теллиум от того же издателя. Лавка Уорка за репост разыгрывает аж 10 бустеров нового выпуска Magic the Wazering из Халан до 19 октября. А блока настольных играх Уэм Геймс Ой, это же я. Друзья, мы совместно с автором игры Ярость Эльфов Дмитрием Неллиным разыгрываем эту настолку среди наших подписчиков. Все условия будут в моей группе ОМГеймс ВКонтакте. Ярость Эльфов это тактическая игра, в которой сражаются до 4 кланов эльфов. Проводите бои, захватывайте земли и стремитесь к выполнению своей секретной целью, чтобы победить в Ярости Эльфов. И теперь, друзья, приятная, ну как я надеюсь, новость для всех, кто досмотрел этот выпуск до конца. Мы с Наташей купили мне зимнюю куртку и едем на Игрокон 2017, который пройдет 18-19 ноября в Москве в гостином дворе. Сбывается наша мечта и я смогу увидеться наконец-то с вами, с издателями и с другими блогерами. Это... Да так классно, черт возьми. Наташа, спасибо тебе за эту возможность. А вам, друзья, большое спасибо за просмотр этого ролика. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь с друзьями. До новых встреч, давайте пятюнем.